Здравствуйте, уважаемые телезрители! После летнего перерыва мы вновь возвращаемся в эфир. И в эфире телевизионная программа о кинемографистах, о новинках кино «Большой экран». Ну и хотелось бы начать эту передачу разговором о премьере фильма, который состоится в августе. Это фильм «Взрослая дочь» или «Тест на», так называется длинная эта картина. Это комедийная мелодрама, и главный герой этой картины – отец Алексей, ему 37 лет, и его дочь Настя, ей 17 лет. Как видите, разница в возрасте небольшая, и потому отец Алексей флиртует с однокурсницами Насте, что, конечно, вызывает раздражение дочери. А когда дочь приводит в дом новых ухажеров, то отец тоже вне себя. Но, тем не менее, отношения у них нормальные, семейная жизнь складывается в этой маленькой семейке, тоже мирная, неплохая, до определенной поры, пока дочь серьезно не увлекается деловым партнером отца. И вот тогда начинаются главные события этой комедии. Остается добавить, что в этой картине снимались очень неплохие актеры. В главных ролях Сергея Горобченко, Олеся Судзиловская, Дмитрий Марьянов, Илья Шакунов, Ольга Николич. И мне кажется, что в этом фильме есть все признаки того, что он будет пользоваться популярностью у зрителей самых разных вкусов и пристрастий. Я уже взрослая. Хорошо. Ты хоть понимаешь, что я влюбилась? Слушай, не губи ты меня. Он же меня на салат порежет. Ну а теперь о главном кинографическом событии августа. К нам снова приезжает кинофестиваль «Сталкер». Очередная благотворительная акция Международного правозащитного кинофестиваля «Сталкер» у нас в Курске в Драматическом театре 23 и 27 августа и в кинотеатре «Юность» 24, 25 и 26 августа. Открытие состоится, как я уже сказала, в Драматическом театре в 6 часов вечера, а перед этим зрители смогут побывать на фотовыставке «Журналисты в горячих точках». Открывается фестиваль фильмом «Магнитные бури» известного режиссера и народного артиста России Вадима Абдрашитова. Режиссера, который всегда говорил о насущных проблемах времени, о нравственных проблемах, о проблемах общества в своих картинах. И всегда рядом с ним шел известный драматург, который уже сам стал снимать фильмы, Александр Мендадзе. Так вот «Магнитные бури», по мнению критиков, тех зрителей, которые видели эту картину, это фильм о человеке из народа, который становится человеком толпы. А фон для этой истории самый актуальный, он и для прошлых лет был актуальным, и остается для сегодняшнего времени тоже достаточно проблем актуальным. Этот фон связан с тем, что некие толстосумы делят собственность, крупный металлургический завод, от которого зависит благополучие и жизнь небольшого городка. И вот главный герой увлекается в эти события, сюда примешивается и любовная линия. Как всегда в этом картине быт поднимается до высот метафизики. Очень много символичного в этих фильмах, и в этой картине, и вообще в картинах Вадима Абдрашитова. Очень много попыток понять философию сегодняшней жизни и сложность сегодняшней человеческой натуры. И мне кажется, что этот фильм будет интересен. А самое главное, приезжает на открытие кинофестиваля сам Вадим Абдрашитов, и с ним после фильма состоится творческая встреча. В программу фестиваля включены фильмы также режиссеров, имена которых пока еще не очень много говорят зрителям, ну, по крайней мере, тем, которые не очень следят за сегодняшним кинематографом. Но, тем не менее, эти картины, как всегда это бывает в рамках программы «Сталкера», они очень любопытны, порой остро, насущны, потому что эти режиссеры снимают фильмы, ну, не в рамках мейнстрима, а снимают то кино, которое все равно востребовано, которое люди ждут, и которое не всегда можно посмотреть, вот просто придя в кинотеатр. Поэтому особенность «Сталкера» в том, что он знакомит с такими картинами, и знакомит вот с этими новыми именами, с новыми лицами среди режиссеров нашего современного кино. И вот у меня в руках программа кинофестиваля, и следующий фильм, примера которого состоится уже 24 августа в кинотеатре «Юность», называется «Залезь на луну», а его снял Хусейн Эркенов, режиссер, который пригласил свою картину Игоря Лифанова, Алексея Панина, Олега Фомина и Лену Дропека. А в центре внимания режиссера оказались бывшие детдомовцы, которые вот в результате взаимоотношений с сегодняшним достаточно жестким миром взрослых теряют квартиру, и много чего с ними происходит в этом фильме, и поэтому, мне кажется, вот эта тема, она, конечно, фигурирует, так сказать, бывает у нас на экранах телевизоров, в каких-то новостных передачах время от времени, но чтобы кинематограф так всерьез заботился за темой, ну, я не припомню давно таких картин, поэтому это будет очень интересно на мой взгляд встречи. 25 августа будет два показа в кинотеатре «Юность». Мне кажется, очень интересный будет показ документальных картин о журналистах в горячих точках. Это фильмы «Пазл грустного стрингера» Константина Смирнова, это фильм «Все это телевидение» режиссеров Дмитрия Заветельского и Михаила Дегтяря. А вечером в 6 часов состоится премьера фильма «Специалист» молодого режиссера Елены Сорокиной. Этот фильм будет интересен не только широкому кругу зрителей, но и, конечно же, журналистам, потому что речь в нем идет о молодой журналистке, которая приезжает из провинции, устраивается в газету и в скорости становится там ведущим журналистом, которому всегда с удовольствием дают интервью самые разные люди. И вот проблематика этой картины состоит в том, что героиню начинает вскоре пугать некая ситуация, потому что каждая публикация оказывается последней для ее собеседника. Окружающие склонны объяснять это мистикой, кто-то ей завидует, кто-то искренне рад за нее, а кто-то пытается искать ее расположение. И вот она стоит перед выбором – любовь, слава, карьера или бегство домой. Даже так. В фильме снимались Татьяна Морозова, Николай Смачков, Вадим Пьянков, Александр Суконщиков. Еще одна премьера 26 августа состоится в кинотеатре «Юность». Это фильм «Голубка». Это дебютная лента Сергея Родинбурга-Свинцова. Кстати сказать, за эту работу он получил множество наград различных кинофестивалей, кинофорумов в России. И эта картина у художники, о возобновлении его с миром, в том числе и любовных отношениях, потому что вот такая неординарная личность, ее всегда окружают тоже интересные различные личности. И его фигура необычно привлекает, конечно, внимание женщин. Но дело не только в этом. Дело в том, что это, как всегда, у творческого человека – это поиск своего пути в жизни, это поиск правильного взаимоотношения со многими людьми. И этот фильм достаточно нетрадиционно сделан, снят. И поэтому, мне кажется, это будет очень интересная премьера, на которой могут побывать зрители. И это будет очень интересная встреча с создателем ленты Сергеем Родинбургом-Свинцовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова